это здесь 5 сойка, а еще сойка у нас в помещении сидит какая-то, которая скурвилась в мороз ну это была сойка, которую передали из теплых условий, естественно она не адаптировалась да, я не буду их кормить больше никогда, ну вот, да я шучу ну вот в смысле, вот как бы им принесли пожрать сегодня, я так понимаю потому что это вот чисто насекомые и одного цыпленка бросили ради проформы и то они не едят, не знаю, что они едят я хотела тут поснимать, чтобы было понятно у нас тут есть, видите, разные немножко сойки вот видите, с черной шапкой справа сидит сойка с черной шапкой вот обычные наши сойки, у них просто пёсовенькая шапочка, не черная целиком эта с черной шапкой, это один из тех, кто приезжал летом кто остался у нас кавказского подвида с обломанным пером был сейчас тоже не знаю ну ждем, в общем, линьку опять вон одна сойка есть, кажется, на пристройство со сломанным крылом скачет я даже уже не помнила, что у нас какой-то сойчий инвалид надо будет озадачиться вот этим вольером надо будет тоже заниматься в ближайшее время это вольер, где живет неясыть да, вот ее дырявая жопа, это основное, как это сказать основная причина моего негодования поэтому надо сейчас, когда потеплеет, завесить здесь все опять лапником свежим и чтобы она могла себе нормально все отрастить я, конечно, хочу очень в этом году дополнительные деревянные вольеры сделать для сов но не знаю, как мы будем укладываться по финансам потому что это чертова стройка, которая там на заднем плане виднеется она уже выжрала все абсолютно ресурсы, которые были и которых не было сейчас мы опять оплатили новый фронт работ в понедельник опять приедут строители делать дальше там сейчас внешняя и внутренняя отделка у нас долго идет процесс стройки, потому что у нас постоянные проблемы с дорогой и к нам далеко не всегда можно подъехать у нас то снег, то оттепель ну, как бы далеко не у всех внедорожники у наших строителей, например, обычная машина там не внедорожник поэтому... поэтому сложно если бы у нас был, наверное, асфальтовый подъезд к участку, то все было бы сильно легче надо вообще уже список составлять Юра, чего хочется, да? нет, не то, что чего хочется, чего хочется я и так знаю этот список у меня постоянно в голове, а именно вот по уборочным мероприятиям потому что вот сейчас вот я там прохожу, я понимаю, что в принципе, ну, лапника там надрать не проблема в данный момент, и можно взять и задачиться этим опять же, с пустельгами тоже можно уже сейчас заняться только, ну, единственное... ой я имею в виду уборку соколов там нужно тоже поменять сено и так далее единственное, только нужно будет птиц на время посадить в коробке потому что иначе кто-нибудь у нас кого-нибудь выпустит из волонтеров кто-нибудь из волонтеров выпустит кого-нибудь из соколов а это не хотелось бы очень хочется сделать тамбуры в вольерах вообще это как бы правильно, и они должны быть но это, опять же, не очень просто да, всё, кошмар! страшные люди идут только что тебе пузо чесали, между прочим ну, короче, всё упирается в основном в финансы это ужасно бесит но ничего с этим не поделать чахлочка! ты погуляла? Марусь, у тебя сегодня насыщенный день, я смотрю много гостей ага, так, на, держи, короче так, на, держи, короче я сейчас его, по-моему, буду догнать у меня тоже есть несколько преимущества чахлочка! ну, она же уже не так сильно подмущается, какая-то но возмущение птичьего нету границ да, чахлочка? да, согласен, вообще не надо я её, конечно, приеду и не могу всё свинота, чистая стена у вас тут а, фу! стены мы не мыли, но, как бы, стены сейчас бессмысленно мыть это надо уже весной, когда все они уйдут отсюда может, ты его нашёл? да он очень не захотел особенно уходить я не сомневаюсь в этом прошу, припровождайтесь не закрываешь, да? сейчас прикрою просто я пока не закрывалась здесь ещё, конечно, Волан-де-Морт должен прибыть но он пока может погулять так и быть ну, посмотрите, они там уже в футболках ходят Маша в футболке! смотрите, Маша в футболке! смотрите, Маша в футболке! смотрите, снег! а ты зайди туда зайди туда? зайди туда! о боже! я предлагаю отрубить им отопление полностью уже главное, чтобы Сает не умер а он умрёт Маша говорит, что Сает умрёт, если я отключу ему отопление ладно? придётся это терпеть, как говорится ну да, действительно ночью умрёт ладно я просто пришла посмотреть и позворадствовать стока видите, нам уже не терпится просто здесь у нас куча коробочек с соколами я там зато надыбала лапника сейчас, наверное, пойду к сове буду там у неё шурудить, делать ей стенки вот протискиваюсь на дорожку спасибо! а почему не красная ковровая? какая-то насенная говняная так так мура они обижают меня макпай макпай магический пирог, что ли? макпай, ну... макпай вообще макпай это сорока магический пирог нет, это сорока магический пирог я не угадала это было очень похоже на истину это где? это по бокам там написано? да, надпись по бокам а вот это надпись на картинке, видишь? видишь, что вместо того, чтобы наглядно показать, что должно быть не видно, что должно быть вот тут логотип поэтому мы угадываем интересно, интересно он везде зелёный, везде так, нам Лиза подарила пазл который ну, обычно, знаете, вот эти все пазлы там с животными они там с зарубежными животными, скажем так а тут пазл на котором сейчас я покажу тут тоже лежат всякие ну, в общем, суть в том, что здесь птицы нашей нашей полосы то есть вот здесь вот дрозд-ребинник юрок ополовники сорока черный дрозд ну, и какие-то млекопитающие, из которых я только ежа знаю думаю что вот вы на 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 Продолжение следует...